Во имя Оса и Сына и Святого Духа. Шторку там закройте, пожалуйста. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Видите, я в прошлый раз говорил, если Господь благословит, мы эту тему только начинаем разбирать. Где этому учиться? Идите и проповедуйте. Это просто посылать куда-то. По своим делам, и то надо все рассказать, где, что, какой сорт. Здесь точно так же. Мы сейчас посмотрим. Человек решил, что я уверовал. Последние слова, которые Христос сказал, будучи на земле, принял. А теперь как мне это выполнить? Мы посмотрим, где вокруг нас учителя эти. У кого мы можем спросить, чтобы не ошибиться? Потому что вы знаете, что будет суд Божий, 25 глава об этом говорит. И там будет спрошено. Кормил, поил, посещал. Но это все качества, которые могут быть присущи у людей неверующих. Совершенно. Такое воспитание получили. Помогают. Наши дикарей где-то там, даже страшно сказать, какие-то джунгли. И они знают то, что у нас даже не знают. Какое отношение к людям, между собой, ответственность и прочее. Мы сейчас посмотрим, как нам говорит Господь Бог. Всего только 14 мест откроем и начнем рассуждать. Евангелие от Иоанна 1.41. Мы говорим, миссионер. Такого слова в Библии нет. Вот миссия есть. 1.41. Евангелие от Иоанна. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли миссию, что значит Христос. Видите как? Миссионер нет. Я уже об этом говорил. В каждой епархии специальное отделение, отделы, которые занимаются миссионерской работой. Большего обмана вообще сегодня нигде нет. Это самое негодное место. Почему? Они не знают ничего. Какие отделы, когда Господь по два посылает? Два это не отдел. А как? 12 и послал по два. Дальше избрал 70 и послал по два. Зачем написано по два? Дальше. Моисей и Аарон. Ну, сколько? Идут Кирилл и Мефодий. Ну, сколько можно говорить? Нигде этого нет. Мы начинали так, чтобы познакомиться, поехать. В машину газели нас 7 человек берет. Ну, один раз проехали, а потом 3. То есть водитель и двое, которые будут свидетельствовать. Ну и водителю помогал один, имеющий права в вождении машины. И здесь определенный говорит, что они ждали его. Между собой рассуждали. А какой Мессия будет? Иногда произносят по-еврейски, думают, что это другое. Почему? Евреи ожидают Машиаха. А Машиаха-то Мессия и есть. У них Бухва Шея везде. У нас в Иерусалима Рушалай. У нас в Субботу там Шаббат. Везде. Видишь как? Ну, надо просто увидеть это. И они нашли. И как? Христос. Христос это не Мессия в переводе. Христос помазанный. А Иисус спаситель. У каждого есть какое-то имя. И имя это с какого языка перевести на русский. И ты увидишь, настолько это интересно будет. И мы должны подражать. Желательно подражать. Кто первый дал святость этому имени. Чтобы мы подражали им. Итак, идите по всему миру и проповедуйте. Вот проповедовать мы сейчас будем учиться. Если Господь благословит, куда? Тоже помолитесь, я откладываю на завтра. Такая-то тема. Тем более, Бог позволил мне иметь опыт в этой работе. Почему? Потому что к человеку подходишь, ты должен быстро определить, к какой группе он относится. Чтобы какая земля. Четыре разряда земли. При дороге Павла, в Терновник, на Камне, плодородная почва. Мы разбираем людей на 24 категории. Первый человек говорит, Бога никакого нет. Все, сама эволюция возникла. Вот как с ними разговаривать? А другой говорит, ну Бог есть. Откуда мы знаем, что? То есть Библия отрицает. Это вторая. Третий. Вот так вот каждый, ты должен, у миссионера должен быть очень острый ум. И он должен быстро сочинять сегодняшнее, так дальше им отвечать. А просто сказать так. Кончается жизнь. А кто обратился, он даже не знает. Но когда поистине сказано, и молятся об этом люди, все новые и новые души будут приходить. В самом неожиданном месте. И при том будет указывать на то, что я много лет искал, наконец наткнулся, как у нас сейчас отдал просьбу по интернету, как они нас нашли. У людей были очень большие поиски, они наконец на наши ресурсы вышли, и все. Здесь теперь они смотрят, не просто так рассуждают, они считают, и это каждое место смотрят. И как святые церкви рассудили, что об этом каноны говорят. То есть человек православным делается. Возвращаются люди, конечно неудобно говорить это, но так и есть. Которые знают нас. Подобно, община, такая вот, как называют, интернетное сообщество, больше нигде нет. Что православные, и так любили Слово Божие, и святых отцов брали, и беседовали с людьми, просто нету. Не то, что мы хорошие там, или как, но нету. Почему? Никто не знает, как начинать надо. Вспомните, когда бесноватый Господь исцелил, он сразу, он боится, что снова демоны войдут к нему. Я спойду. А Господь говорит, нет, иди домой. И возвести. Что с тобой Господь сделал? Домой иди. Он и не может домой идти. Вот это настоящее обращение. Он пошел по городу, и начал всем возвещать. Вот когда у тебя это желание будет, ты тогда поймешь, что это рождение, перерождение прежнего человека. Какой он был, оковырвал, собой не руководил, здесь одно. Каждому, да вы меня знаете, знаете, что со мной сделал Господь. Вот вся его проповедь была. Вот мы несколько мест сейчас прочитаем в этом. Евангелие от Яна 4,25. Значит, сказано было там апостолам 4,25. Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Мессия, слово, встречается во всей Библии два раза только. Мы их посмотрели. А почему? Потому что люди еще не знали, как это будет. Это тот, кто умрет за нас, вообще не достоин развязать ремень и обуви. Ну, это означает, что обувь завязывает какой-то раб, а этот такой унизительный. Нет. Святые говорят, из чего обувь? Убитое животное. Это смерть была. И он говорит, я дальше за смертью, что будет со Христом, не могу разрешить. Он креститель говорит, смысл-то вот какой. Я развязать этот узел, загадку. Я не могу. Ожидать другого, говорит, или это ты? Даже Ян Креститель, уже предте, еще его рядом подошел, еще все это было закрыто. А где откроется? Откроется через Голгофу, когда сойдет Дух Святой. И говорит, придет Дух Святой и наставит на всякую правду. И скажет, что? Обличит мир о грехе, о правде, о суде. Вот три ступени о грехе. О грехе. Ну, придумали, что это семь смертных грехов. Семь грехов, двадцать. Библия не говорит об этом. О грехе. Запитая, что не верует в меня. Вот почему человек такой? Потому что не верит. Почему пьяница? Не верит. Почему аборты? Не верит. Все в неверие. Человек уверовал, но теперь знает, что за это придется отмечать. Все, прежним покончено. Вот это и с рождения. Он во всем доверяется Господу. Вот вы тоже несите то, что сегодня слышать будете. Это не мои слова. Мы нашли мессию. Значит, это говорит женщина, которая не относится к еврейскому народу, и вдруг она слышит, а об этом они говорили. Он придет и выправит все положение. А как? Думали это одно, что главное независимое государство, патриотизм. Он римское владычество свергнет, и теперь, можно ли, слева и справа, два министра идут рядом. Не знаете, чего просите? Можете рекрестить? Можем. Эх вы, ребята, да вы ничего не знаете, когда вас победут. Вот сегодня я читал, про выставили, человека арестовали, он художник. И художник очень талантливый. И такая школа у него была. И кто-то на него, его арестовали, там, НКВД дальше. Ему 42 года, кажется, было. Сколько он продержали, 6 месяцев. А потом свидание с женой. Она пришла, она не узнала. Полный мужчина был. Я такой-то там, ну, лет 70, старик. Какие пытки, все это. И в конце концов, все им написали, что есть, и расстреляли. А она только сказала, он такой ушел, теперь с нами так не разговаривает. У вас будет, только к нам выйдет, отсюда никто не выйдет. Я больше ничего не могла сказать. Жена-то осталась. У Бога не так все. Если что-то было где-то, церковь возвышает этот подвиг. Он исповедник, остался живой. А другой, мученик, ничего не может сказать. Но мы знаем, мученики всегда были славой церкви. Они так, что их арестовали, расстреляют. А в это время выступают церковные деятели и говорят, это все предатели. Вот так это было, все. Все. А сейчас начинают реабилитировать сначала, а теперь к списку святых. Мы должны быть очень внимательны, потому что этому научает Дух Святой. Сейчас несколько мест прочитаем. Вот слово проповедовать 130 раз встречается в Библии. Из них в Новом Завете больше половины, не просто так. 112. Из 130 и 112 слово в Новом Завете. А в Ветхом Завете несколько стихов там у Давыда мы сейчас прочитаем. Проповедовать. Вчера выходит, я буду проповедовать. Ты научись слышать, как вокруг тебя проповедь звучит. Мы сейчас увидим. И вы скажете, я сколько раз слышал и не понял, откуда это. Открытие нам будет Господь давать дальше. Псалом. 18 второй стих и по седьмой. 18 со второго по-моему тут нужно седьмого дочитай. 18 Небеса проповедуют славу Божию и о делах руки увещают верь. Помаленько. Еще раз. Небеса проповедуют. Проповедуют славу Божию и о делах руки увещают верь. Тверь. Небо и земля. Проповедник должен много знать. Это речь в астрономии, о галактиках. Ты должен показать, как оно может так само стопориться и дальше знать, что за этим говорить. Но ты должен расслышать. Это неотразимые факты. Совершенно. Дальше. День дню передает речь и ночь ночи открывает знания. Ночь открывает знания и она в следующей ночи передает. В городе, конечно, не каждый день тут, где звезды, но когда звездное небо, и вот сейчас смотрите, такая температура снежинки-то, это все-таки из влаги. Откуда они прилетели? Именно здесь они и упали. Это вода. И что интересно, стали рассматривать 20 тысяч снежинок. Одинаковые нету нигде. Где-то там по-другому, они такие красивые, когда мороз, когда на окнах будет. Почему Бог дню передает речь и ночь, ночь и знания. А что именно? Как днем солнце восходит, как земля поворачивается, как весна, лето, осень. Это день и ночь. Меняется все, и мы это видим. Это должен знать и видеть. Во всем этом увидеть Бога и сказать, мы пропадем того, который это сотворил, и мы все это воспринимаем, нам так хорошо днем и опасно ночью. Дальше тоже ты увидишь 12 лет. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Не то, что я в России, не знаю, в Алтас, везде это звучит. Везде, правда, другие звезды будут, но также, когда начинает человек, который с астрономией знаком, рассказывает, другой говорит, я никогда не думал, что это название таки вот, Орион, мать называла Кичиги. Часов не было, она выходит только в то окно, она глянет, Кичиги уже в окно видать, надо идти, корову дает, 4 часа ночи. Это колхозная. Вот я как-то услышал, есть, говорят, такие радиоактивные какие-то часы, которые дают погрешность, кажется, в одну секунду за 2000 лет. Ну, а где сравнить-то? Отчего узнали, что 2000 лет? Звезды. Исаак Ньютон получил письмо от своего товарища и говорит, вот я тоже это изучаю, ну, почему торможения-то там нету? Он говорит, Господь Бог время от времени часы подводит эти. И мы это видим. Часы. Это ни день, ни два. Почему Господь, чтобы показать, как он благословляет Авраама, выйди и сосчитай звезды. Да кто же сосчитает? Вот от тебя неплодного столько будет. А теперь видим, что намного-намного больше. Это в 10 лишний раз больше. Сколько звезд видимо, а которые невидимые со счету нет. Дальше. По всей земле проходит звук их и до пределов Вселенной слова их. Слова проповедь. Значит, это нужно знать при доказательстве, что Бог существует. Конкретно человеку скажет, давай выйдем. Такой был пилософ Монтейн, он говорил, отрицать Бога под звездным небом или у гроба близкого человека может только явный идиот или преступник. Отпетый. Ну, как это могло по себе быть-то? И во всей галактике сколько сигналов давали? Нигде жизнь не обнаружена. А почему? Сколько кислороду? Если бы было больше, все сгорело. Меньше жизни возникло. В процентном отношении точно. Так это не только кислороду. Сколько всего. С каждой молекулы, которую открыли, куда она вращается, мы-то из молекул этих, и вся Вселенная. Откуда это взяли? Кто это сделал? Что есть? Центр, там атом вращается, нейтроны, там протоны. Это высказать нельзя, никакого счета нет. Но счет у Бога есть. Считаем. И он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. Ну видно, как сильный, смелый человек, как он бежит, какой у него шаг, и солнце такое. На сравнение, какие дает, с чем мы это видим, видим, ну исполин, это богатырь, а это как жених, солнце какое выходит, из-за горы выступает. Надо верить в это. Верить. А если не так, а зачем мне это знать? Ну значит, ничего и нету. Да бога нет. 13-й, 52-й псалом, прямо говорится, сказал безумец в сердце своем, нет бога. И причина какая, они развратились. Совершили гнусное преступление, не делающего добро ни одного. Все. Вы можете ему там героев присваивать, ничего нет там, если он не верит в бога. Говорит, а как там? За гробом неверующих нет, а твердо усвоите. Только умирает человек, он сразу видит, видит, которые стоят люди, плачут, он не может еще сказать, говорить, никто не слышит. Показан ад и нечистые силы. Это у Макария Александрийского подробно описано. Люди идут со святыми у покоя, а он только подходит и видит, ой, сколько бесов, да они какой-то вонючей жидкостью брызгают на этот гроб, пеплом посыпают и говорят, будьте вы проклятые христиане. Человека повинного во всех грехах вы прославляете, отпеваете. Житие святых до 11 января. Это не выдумка, это действительно так. За гробом неверующих нет. Поэтому мы каждый день просим, умножь во мне веру, Господи, помоги моему неверию, я кое-что еще до сих пор не верю. Как это может быть? Что вот это тело вдруг опять восстанет. Я верю в это, но приставить никак невозможно. Дальше. Седьмой стих не дочитали еще. 34, 28, кажется. Ну-ка, смотри тут. А так мы считаем Псалты. Да. 28. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Вот что. Прославлять Бога. Если даже ты ничего больше не знаешь, прославляй. Но я просил, Бог не отвечает. Он знает. А почему у меня ребенок умер? Какое дело Богу? Он да, он знает, что он бы не устоял и поэтому забирает вовремя. Ты научись прославлять его. Внимательно бодрствуйте. Мы считаем Слово Божие. Не важно, что стоит человек. Дальше. 49, 16. Псалмы. А проповеди Давид знает, о чем говорит. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. И 23 стиха. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома и обнажается, ибо умирает, не возьмет ничего и не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он облажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Да там. Человек, который в чести неразумен, подобен животным, которое погибает. Ничего себе. Больше не обижайся, что назвали змеей тебя, что люди пришли и как псы ходят, водят по городу. Дальше. 144, 10. Или 141, 10. Что-то я тут не знаю. 144, да. Да, 144, значит. 10. Да слава тебя, Господи, все дела твои и да благословляю тебя святые твои. Вот мы даже видели дела Божьи, что было. Было с нами, с семьей, близкие люди. Считаем, что и как. Вот седьмое число рядом было. Сейчас, как говорят, в Брянске пришла восьмиклассница и расстреляла класс там. Вообразить даже это нельзя. Никто бы я в ней не подумал, обыкновенно, школьница, а почему это преследование? Они ее терзали и она пришла рассчитаться. И последнее, если она себя уничтожила. Почему? Кто это делал? Сегодня там исследование такое идет. Дальше. Ну, а там еще где-то было, там 17 человек застрелил в школу, пришел и все. Если бы мы верили в Бога и задумывались об этом все время, что благослови учителей, вот у нас молится когда Господь благослови полицию, врачей, пожарных, которые всю ночь бодрствуют, где-то у нас молитва утренняя, и днем мы каждый раз это опоминаем. Это люди, которые заботятся о нас, чтобы Господь сохранил. Бывает, сказали где-то, он заходит, подъездит, а там поджидают. Врачи-то бывают, женщины. Мы об этом говорят. Мы должны молиться все время, знать о чем, потому что Господь это делает. Он нам многое-многое показывает, что мы не участвовали в этом. Приджа Соломона 1,20. С 20 по 33 стих. Премудрость возглашает на улице. Премудрость возглашает на улице. Вот проповедники перед нами какие идут. На площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует. При входе в городские ворота говорит речь свою. Это Премудрость. Такая ясная личность, что некоторые как Абаку даже стали говорить четвертое лицо троица. София. Доколе невеже будете любить невежество. Вот она говорит. Доколе буйное будете услаждаться буйством. Доколе глупцы будут ненавидеть знания. Это проповедь идет. Проповедь запоминай как. У премудрости беремся и с людьми разговариваем тебе сколько лет? Да так-то работаешь где-то там-то маленько узнай. А ты когда последний раз считал Библию? Ну я схожу в год А когда обедал как когда сегодня значит тело твое в сотни раз дороже тебе чем душа. Я никогда не думал об этом. Тут думать не надо. Оно и так понятно что душа в забвении. И как правило тут все это накладывается неурядице в семейной жизни. Вот сегодня только далее. Человек полностью вышел из ума. Разговаривает куда она идет не знает. Но когда приезжает там сестра или кто играет в карту всегда выигрывает. Еще непонятно. Карты играет такой у нее разум так она азартно играет ни разу победы нет над ней. Почему? Это от дьявола. Он ей помогает больше никак. Что нам делать? Молитесь вам не поправиться с ней. Там может быть легион. Будьте аккуратны. Она играет в карту. Вы же сами сказали. Ну все дальше. А карты придираются. Это нечистая сила. Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой. Возвещу вам слова мои. Премудрость. Бог никого не любит кроме живущих с премудростью. Премудрый Соломон. Господь да ты же всех любишь. Это говорят. Библия говорит живущих с премудростью. А грешник он ненавидит. А для этого и сожженные города. Для этого и поток был чтобы землю освободить. Земля растлилась. Земля как она может растлиться в песок нет. Землю назван человек взятый из праха говорит Англатоуст. И он растлился. Ничего нет. И никуда не годит. Только убрать его. И считает что от людей от животных нефть откуда появилась. Я звала и вы не послушались. Простирала руку мою и не было внимающего. И вы мудрость. Мы так ищем мучиться сейчас 10 лет до 5 лет медицинских даже 6 лет и теперь ничего и нету. К нам премудрость простирает руки. какая угодно. Сегодня опять же говорю сегодня я даже не думал такая работа будет. И как раз на воскресенье и там сторожить где-то что-то надо. А ты можешь уйти? куда тут вроде работ мало. Так запомни за субботу убивали людей. Так написано первый человек субботу собирал что-то там на рожишку. Господь сказал убейте уничтожьте. Так вот теперь мы посмотрим. Если Господь так субботу соблюдал три специальности есть которые разрешаются делать субботу. Первое начинайте запоминать это врач скорая второе сторож а как в этот день то праздник варам будет и третье животноводство вала отвязывайте и говорит Господь ведете все больше никому не разрешается остальное ждите следующего дня ну с 6 часов вечера по-еврейски по местному как бы времени зато я посмеюсь вашей погибели порадуюсь когда придет на вас ужас вот как это премудрость нам говорит сегодня когда мы не слушаем ее премудрость это Господь это Дух Святой какие результаты будут в конце когда придет на вас ужас как буря и беда как вихрь принесется на вас когда постигнет вас скорбь и теснота тогда будут звать меня и я не услышу с утра будут искать меня и не найдут меня эти как у людей поговорки которые надо разобрать вот не умрешь схватишь горе мы знаем умрешь горе схватишь вот главное а люди говорят ну ты вот посеял такое тебя не уважают и проще это эту премудрость надо взять и разговаривать с человеком сразу наступите на это место это место застолбил господь для тебя зачем ты в сторону уходишь ты же видишь что все кончается внимательно посмотри смертный посмотри на себя в зеркало ну какой был и какой есть тут гадать то не надо и разум асхудевает и ноги не идут и руки не движутся и пищи той не радуются когда Давид пригласил там кусь он говорит мне уж столько лет я ничего не разберу в пище так возьми сына моего хотя бы за то что они возненавидели знания и не избрали для себя страха господня не приняли совета моего презрели все обличения мои зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их путей своих плоды то есть что делал человек как ходил по другому оно никак не будет никак зато простое дело тоже ему все это говорили прихожу с работы подарки купил недавно только женились она встречает как тигрица я что могу сделать а ты вспомни ты с какой нибудь поступал так вот и все а это не зная ту обиженную тобою она теперь как скальпи в руке божии лещит тебя умом вернуться туда сколько обижены было вот и все я вел занятия по рации когда приходил тут СИЗО тюрьма и когда говорил так тогда у нас все виноваты вот в этом все и заключается а то я не виновен там пересуд виновен да я только раз ты раз попался а 141 раз не попался а как ты знаешь что столько а ты не знаешь когда который нас тут выгонял в ГТУ вели занятия ну и начал он просто преподаватель он оказался другого университета им помогал я говорю пословица есть такая первая жена от Бога дальше полюби от Бога а третья от дьявола он так испугался да как вы узнали что у меня третья жена ну я говорю пословица нет это ко мне сказали а тут профессор сидит вот в чем дело то поэтому у вас и характер такой и далее потому упорство потому что упорство невеж убьет их и беспечность глупцов погубит их ну понятно а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно не страшать зла так считаем Михея 2.11 это редкое такое что говорят о проповеди 2.11 если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал я буду проповедовать тебе о вине и секере то он и был бы угодным проповедником для этого народа вот так я не знаю почему у меня вот иногда что-то выставляют и там выпалывает такая лайк поставьте лайк не забудьте я внутренне переживаю это это не верующий для его чтобы больше поставщий слово будет а там вроде где-то заплатят то есть пустышку ставишь то я не могу сказать до конца какие посредствия но мне настолько это неприятно если это верующий я знаю это неверующий верующий этого делать не будет неверующий пальцем толкнул тебя уже двое будет считаться а что тебе дало на усилить колокольчик он тыкает вот альбом звук раздается у верующих не так он благодарит Бога Господи и посеянное нами додаст обильные плоды не то что неверующий подойдет и плюнет на окошко тебе от этого ничего не вырастет далее 2.11 и 3.5 а тут говорят если бы вино проповедовали тогда бы слушали 3.5 так говорит Господь на пророков вводящих заблуждение народ мой которые грызут зубами своими и проповедуют мир а кто ничего не кладет им в рот против того объявляет войну вот и все кто не кладет ничего им в рот объявляет войну причина какая почему так много врагов бывает но апостола Павла напоминает 40 человек за клялисть не пить и не есть только убить почему он в самую глубину коснулся вы веруете в Бога а Бога-то совсем и не знаете он пришел к своим и свои не приняли вы единственная нация и 2896 и вы его отвергли вы его распяли а он пришел к вам что с ним с ним нельзя было никак спорить дальше Матфея 417 еще немножко мы учимся проповедовать того времени Иисус начал проповедовать и говорить покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное вот Господь говорит приблизилось тогда приблизилось то есть мировая история вплотную подходит к концу когда все часы мира остановятся времени написано больше не будет и зная это мы только молимся Господи помоги нам воспользоваться тем временем которое еще в наших руках Матфея 3.1 это 4.17 4.17 только что прочитали 3.1 в те дни приходит Ян Креститель и проповедовать в пустыне Иудейской понимаешь приходит проповедовать слово проповедь это ну и как говорит а как вот ведете занятия там то другое основание среднее да никак я открываю слово Божие как истолковались велициации так и говорю а результаты от нас не зависят Феофан Затворник это выразил так три вида благодати первая благодать призывающая вот мы сейчас призываем вторая это благодать обращающая я сказал а обратить от меня уже никак не зависит как он будет я все вспоминаю занятия тут шли такой солидный мужчина идет и говорит Татьяна наконец поверил идем занятия с наших ну понимаете как радостно я говорю а во что вы поверили что коснулось я очень сильно поверил сегодня а во что что я не верующий говорит конечно я не этого от него ожидал но я считал себя номинально верующий хожу в церковь там исповедуюсь я совсем не верующий оказывается вот с этого вот этот первый шаг надо сделать сделав этот шаг мы сразу поднимем лицо Господи не могу не знаю не сделаю и милостью Божией что мы сейчас услышали да будем мы всех проповедниками несущему свет в этот погибающий темный мир Богу нашему слава во веки веков аминь кто может потому что начнем